Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергеенко. Сегодня с вами обсудим, что творится на фондовом рынке, посмотрим, что происходит с MP500, и также несколько интересных акций разберем, такие как Facebook и акции компании Uber. Поэтому не переключайтесь, и мы начинаем. Друзья, первое, с чего хотелось бы начать нашу сегодняшнюю такую встречу, с того, что кто следит за фондовым рынком американским, рынком в целом, тот видел, что понедельник и прошлая неделя закрылись в красной зоне, немножечко рынок подупал. И важный момент какой? Если посмотреть на график, здесь биржевой фонд на MP500, соответственно, то вот таким образом выглядит, где-то с 270 мы свалились на 256, да, и сам индекс также скорректировался. Соответственно, здесь как эта вся история выглядит? Она выглядит в рамках, в принципе, восходящего тренда, да, то есть тренд у нас по-прежнему, особенно если мы посмотрим, там, долгосрочный тренд, давайте вот так вот удалим, или даже вот так. Дневной тренд у нас сугубо восходящий, да, у нас были снижения, были падения в конце 2018 года, но у правого края графика мы обновили исторический хай и сейчас торгуемся в близком таком диапазоне. Соответственно, мне кажется, что это неплохая история, вот такая коррекционная, но давайте посмотрим, что у нас рынок думает об этом, да. Прошла такая новость, что мы с вами знаем, нарастает торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, две такие супердержавы, Соединенные Штаты на первом месте, Китай по ВВП на втором месте сейчас в мире и вот они все не могли договориться и, по сути, так, видимо, и не договорились по поводу невведения или снижения торговых пошлин и, по сути, вот решили, такое сейчас модное слово, эскалация, да, эскалация конфликта, то есть некое усугубление данного конфликта. И вот Трамп заявил, что вводит пошлины плюс 25 процентов на большинство китайских товаров, которые там были снижены и пошлины, либо в моменте там не подпадали, плюс 25 процентов, а китайцы, в свою очередь, что вводят с 1 июня, то есть совсем скоро, через две недели, вводят пошлины на группы товаров примерно стоимость будет 60 миллиардов этих товаров, то есть это такой негативный очень формат, негативная риторика и мы видим, что последние дни этот дневной грабик, мы видим достаточно серьезное такое снижение. Если посмотреть индекс в оригинале, допустим, давайте посмотрим на 500, соответственно он выглядит у нас следующим образом, давайте дневной график, да, то есть у нас пикушка была в районе где-то 2,956 там с копьем, исторический максимум, и сейчас вот мы торгуемся намного ниже, в районе 2,800, то есть в принципе неплохая такая себе коррекция. Если посмотреть в торговом терминале, то здесь ситуация выглядит следующим образом, я бы обозначил некие уровни ближайшие, как раз на котором мы сейчас стоим, где-то 256-254 по данному инструменту, и дальше вот здесь достаточно плотная поддержка 250-252, можно взять ближайшие такие цены. Если посмотреть ближе, да, ближе к графику, скажем так, то считается, выглядит вполне нормально, то есть у нас идет некое такое импульсное движение, да, импульсное движение, и в рамках этого импульсного движения у нас есть коррекция. Только при пробитии 250 будет какая-то ситуация не очень хорошая, ну либо те фьючерсы и те, которые вы торгуете, или которые вы наблюдаете там свои, могут быть уровни. Поэтому здесь пока вот такой сценарий никаких как бы паники нет. Что еще усугубляет здесь ситуацию именно для S&P 500, то что, и мы видим даже выросли последнее время объемы, да, на этом снижение, что отчиталось большинство компаний не очень, да, не очень отчитались, какая-то возня происходит с тем же Google, Apple, то есть есть негативные ожидания по выручке, чистой прибыли, сокращение продаж, и это все достаточно серьезно влияет. Если мы посмотрим тот же Google, так, секунду, давайте куда-нибудь перетянем, допустим Google, видите, последнее время титан, титан фондового рынка, он сполз, да, конкретно, причем, так, секунду, и мы можем наблюдать, ну, такое серьезное достаточно снижение, с 1300 упали на 1130 примерно, достаточно такое серьезное снижение, ну, это связано в том числе вот с китайским этим вопросом, потому что для таких рынков, как Google или Apple, рынок Китая, он достаточно значимый, и здесь вот усугубление этого конфликта, он может достаточно серьезно повлиять. Если мы посмотрим, допустим, Apple, если мы посмотрим акции Apple, 185 сейчас они стоят, здесь вообще идет такой пролив, да, в моменте загружается график, в моменте пролив, провал графика с 212 скорректировались на 184, то есть здесь действительно идет такое затяжное снижение. Что касается вот уровней по Apple, да, вот здесь стоит больше об этом поговорить, ближайший уровень поддержки здесь 180, 174, 175 я бы взял, и вот сейчас мы стоим тоже на значимом уровне, такой локальном, 184, 188, где-то его можно, его можно обозначить, да, то есть вот эти локальные диапазоны, мы можем там встретить некую поддержку. У самой Apple, конечно, есть и положительные моменты, и отрицательные моменты, из положительных моментов, что они наконец-то урегулировали спор с Qualcomm компанией, и на этом акции Qualcomm взлетели, и Apple немножечко подрос, но, с другой стороны, Apple достаточно серьезно зависит от рынка Китая, и то, что мы сейчас видим, это вот такой факт, да, и вот так это влияет на рынок. Соответственно, тот же, если возвращаясь к S&P, я думаю, что это не разворот, не крах там рынка сейчас происходит. Просто затяжная коррекция связана с торговыми войнами, нужно посмотреть, нужно, чтобы рынок переварил эти новости, и тогда, быть может, мы увидим восходящую динамику. Но здесь нужно наблюдать, чтобы было в рамках 250, да, если мы не спускаемся ниже по биржевому фонду, то это, в принципе, уже достаточно неплохо. Если мы посмотрим именно на такой график, да, но я бы здесь где-то взял именно на оригинальный индекс, взял за ориентир где-то 2750, 2750, 2700, вот этот уровень, посмотрите для себя. Дальше новость. Это интересная по поводу Цукерберга и акций компании Facebook. Facebook у нас выглядит, Facebook выглядит достаточно неплохо на самом деле, потому что его убивали в последнее время, да, вот здесь было такое снижение в середине 2018 года, но с 2019 года наблюдается хороший такой рост, только в последнее время у правого края графика мы снижаемся. Почему происходит это снижение? Давайте посмотрим технический, ну, такой фундаментальный момент. Это тяжба начинается по поводу Facebook против правительства Соединенных Штатов, и Цукерберга с Facebook обвинили в монополии, а в Соединенных Штатах вообще не любят монополии, их любят разбивать, любят их облагать штрафами, и вот ожидается, только вдумайтесь, такой рекордный штраф для Facebook в 3 миллиарда долларов, и уже в отчете компании в прошедшем была эта сумма заморожена, зарезервирована, если из чистой прибыли ее изъяли, да, чтобы, если что, отдать правительству, чтобы оно от них отстало, скажем так. Вот, и сейчас Цукербергу такое выкатили предложение, разбить компанию на несколько частей, как вы знаете, или, может быть, не знаете, что Facebook принадлежат такие мессенджеры, такие проекты, как Instagram, как WhatsApp, да, поэтому вы можете, и, скорее всего, не пользуетесь этими приложениями, и вот хотят, чтобы Цукерберг как бы отдал-то, не то, что обратно, но разные сделали компании, чтобы немножечко эту монополию нарушить, потому что Facebook, по сути, вот этой корпорации сейчас принадлежит порядка 80% рынка, во-первых, интернет-рекламы в целом, и, во-вторых, вот такой social media, скажем так, именно социальные сети, ну, просто огромный кусок здесь занимает Facebook, настоящая монополия, которая как бы скрывалась, но по бумагам, да, но по факту мы это знаем, мы это видим. Мне эта история с Facebook, вы знаете, напоминает лохматую историю с Standard Oil, я в свое время, несколько лет назад читал биографию Рокфеллера, Джона Рокфеллера, и вот там он говорил, что в один момент его правительство США прижало, сказало, что нет, ну, уже просто какой-то спрут, и огромная корпорация нефтяная Standard Oil качает всю нефть, и все это Рокфеллеру принадлежит, ну, нужно компанию распилить, разбить на несколько частей. И было принято решение Standard Oil расколоть на 38 частей, оттуда, кстати, есть наследные такие компании, как крупнейшие, которые мы многие знаем, это Exxon Mobil, Chevron, BP, то есть это все выходцы из огромного спрута, детище Standard Oil, детище Рокфеллера. Вот, и Facebook, конечно, не Standard Oil, но уже, видимо, решили, что приближается к такому, и хотят, чтобы выделили в отдельную структуру, и чтобы немножечко вот эту монополию как-то потеснить и так далее. Но не знаю, чем дело закончится, потому что акции Facebook, конечно, в моменте сразу реагируют на эти новости и вот на эти разбирательства, но у компании Facebook хороший баланс, компания зарабатывает отличные деньги, у нее безумная рентабельность, и инвесторы любят эту компанию, она развивается, я думаю, что все-таки мы как-то, я думаю, извернется Facebook из этой ситуации, останется все на своих местах, поэтому я бы смотрел вблизи где-то 172-170 цену на покупку, либо следующий уровень это где-то 160-162, да, вот эти уровни локальные, это хорошие цены будут для покупки акций, это интересный вариант, интересная возможность пить акции, да, там, моя рекомендация покупать акции, если вы тем более только начинаете без плеча, без заемных средств и именно брать прямой актив, вот через платформу того же Admiral Markets, да, вот на которой площадки мы сегодня вещаем, это можно сделать, соответственно, купить чистый актив без каких-то производных. Что еще интересного? Что еще интересного я вам хотел рассказать? Я сейчас активно разбираюсь в теме IPO, и вот компания Uber недавно вышла, совсем недавно, в пятницу прошлую вышла на биржу нью-йоркскую, и выход этой акции, я думаю, что все знают Uber, здесь не надо долго останавливаться, что это за компания, но выход Uber произошел по цене 45, но компанию вот настолько ждали, это самое ожидаемое IPO 2019 года, и все ждали, все любили эту компанию, эти акции, хотели купить, но больше, чем их купить, хотели продать банки-андерайтеры и инсайдеры, то есть основные акционеры и венчурные фонды этой компании Uber. Я думаю, что многие из вас пользуются, да, если вы пользуетесь, ставьте плюсик в комментариях, если пользуетесь компанией Uber, ее сервисом. И вот если мы возвращаемся на график, я вам здесь включил 30-минутный график этих акций, вот они вышли на биржу по 45, и сейчас вы видите, в моменте торгуется по 36,50, то есть здесь случилось падение в первый день на 7,6%, и сейчас уже провалились еще ниже, да, то есть уже скорректировались практически на 10 баксов, то есть это действительно серьезное падение, там в районе 20%, при том, что самое ожидаемое было IPO года, но я говорю, что настолько вот этого слона раздули, настолько хотели скинуть по максимальной цене, здесь нужно, конечно, грамотно понимать и знать, как участвовать в нужных IPO, какие бумаги покупать при выходе на биржу, да, какие продавать, но вот IPO, точнее и участие в IPO, и покупку акции Uber я на данном этапе не рекомендую, хотя это очень шумная компания, многие аналитики, обзорщики рекомендуют присмотреться и покупать эту компанию. Мой прогноз, давайте зафиксируем такую идею, что, скорее всего, здесь акции пойдут намного ниже, все-таки компания очень переоценена, компания теряет деньги, несмотря на то, что они сейчас их оценивают примерно 80 миллиардов, но уже дешевле, потому что акции упали, но долг, чистый долг у компании, операционные убытки, более 12 миллиардов долларов, то есть представьте, они тратят, сжигают деньги, сжигают кэши и направляют все в развитие, потому что у них большой такой потенциал, они закладывают для роста, но и инвестируют, реинвестируют все там доходы, чтобы компания росла и чтобы новые какие-то продукты появлялись, потому что, помимо того, что у нас есть такси в России, в наших странах, в СНГ, такси, да, в Соединенных Штатах, в Канаде, есть Uber Eats, то есть это доставка еды, есть прокаты всяких электровелосипедов и всяких самокатов электрических, также у них есть идея сделать воздушное такси, вертолеты, электровертолеты и беспилотные транспортные средства, то есть это компания такая на будущее, но будущее оно далеко, а настоящее, я думаю, у нее будет не очень, потому что инвесторы не любят, когда компании теряют деньги, поэтому я ожидаю падения котировок в ближайшее время до 30, и даже может быть в моменте, где-то мы в районе 25 долларов за одну акцию увидим, и вот тогда нужно уже смотреть, может быть данная ценная бумага станет действительно ценной и станет, там можно будет заработать каких-то денег, но пока всем вам не рекомендую покупать эти бумаги, инвестировать в это, а подождать более подходящего момента. Еще напоследок такая небольшая справка, кто действительно заработал на этом размещении, на этом IPO, я увидел, что есть очень крупные инвесторы у Убера, это Софтбанк, это крупный очень такой венчурный банк Японии, Альфабет, это материнская компания Гугла как раз, также здесь есть куча венчурных фондов, Benchmark Capital Partners, вот их доля оценивают 9,8, Ерда 6,5 миллиарда, фонд Саудовской Аравии здесь поучаствовал, 3,3 миллиона, почти как у саудитов 3,2, у Альфабет доля в их венчурном фонде, здесь соответственно соучредители компаний также стали долларовыми миллиардерами, но это нам не так интересно, нам интереснее инвесторы из России, вот мне это понравилось, очень знакомые имена, Алишер Усманов, Михаил Фридман, здесь Магомедов также присутствует, и даже венчурный фонд Сбербанка, Venture Fund 1, здесь принимает участие, то есть даже наш Сбер здесь неплохо поучаствовал, а также Яндекс в теме, Яндекс объединился с Uber, ну по сути купил Uber, там акции Uber, большой пакет в России, и вот они также здесь заработали немножечко миллионов долларов, да, вот такая интересная справка, то есть вот эти персонажи, эти ребята на размещение Uber заработали, да, а трейдеры, инвесторы здесь, если участвовали, то деньги потеряли, и скорее всего будут терять, поэтому здесь только лонг, и при падении акции еще ниже, когда появится какой-то разворотный момент, мы будем наблюдать за этими акциями в наших следующих видео, и может быть поймаем некие интересные точки для входа, опять же, если у вас есть какой-то производный инструмент на Uber, и вы хотите заработать на шарте, да, также можете посмотреть на площадке брокера, может быть там CFD, либо доступен шорт через какое-то время, но это очень венчурная, это очень рискованная история, потому что Uber, ну может он еще допустим упасть там даже до 25, но упадет он еще там на 40-50%, да, а вырасти он может бесконечно там на 300, на 500 и так далее, и поэтому здесь можно потерять деньги, будьте внимательны, но здесь пока что напрашивается просто шорт, либо пережидаем этот этап. Друзья мои, ну вот чтобы не затягивать видео, вот такое видео сегодня получилось, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте свой положительный комментарий, пишите, какие акции вы бы хотели разобрать, чтобы я разобрал в следующем видео, периодически раз в недельку мы планируем на площадке Admiral Markets, чтобы выходили подобные видео, с разборами, с какими-то подсказками, обзорами по акциям именно, да, и также раз в месяц будет какой-то вебинар, где с ответами на ваши вопросы, то есть, ну начинаем такое интересное направление, поэтому, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, под этим видео в комментариях вы найдете все полезные ссылочки, как открыть счет, может быть на акции Uber, вот на эту новость, еще какая-то полезная ссылочка оставит, на Мирал Маркетс, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь на этот канал, оставляйте свои комментарии, увидимся с вами в следующих видео, друзья мои, надеюсь, вам было полезно и интересно, с вами был Виталий Сергеенко, я профессиональный трейдер и инвестор на фондовом рынке, будем вместе работать, буду вам подсказывать и помогать, на этом в принципе все, всем всего доброго, успехов и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok